Каждый молодой человек, получивший повестку, должен предстать перед членами призывной комиссии. На двери в кабинет, где проходит заседание, подсказка. Текст рапорта, правда, многие, входя, теряются. Сидящие напротив охотно подсказывают. Товарищ председатель призывной комиссии, призывник Сокола Сергея Владимировича, заседание прибыл. Участники комиссии задают самые разные вопросы. Их интересуют образование, интересы, в том числе и спортивные, семья и, конечно же, желание служить родине. Комиссия опытная, у нас есть и ветераны, есть люди военные, отслужившие. Мы стараемся это выяснять, чтобы не допустить, будем говорить, неподготовленного человека в армии. Один из этапов прохождения призывной комиссии – медицинский осмотр. Доктор Артем Карташов рад, что крепкое здоровье позволит ему отправиться на военную службу, которая поможет стать молодому человеку настоящим мужчиной. Как считаешь, до армии и после армии человек сильно меняется? Ну да, у меня друг изменился, вообще, в лучшую сторону, можно сказать. Ты тоже надеешься? Да. Доктора признаются, многие, даже имеющие большое желание, отсеиваются по результатам медкомиссии. Из самых частых диагнозов – проблемы с позвоночником, плоскостопие, слабое зрение. Ребят сейчас много слепых, понимаете. Сейчас нагрузка, телефоны, компьютеры и очень много близоруких. А с каким зрением нельзя идти в армию? Не пускают. Со зрением минус 12. На комиссию призывников приглашают дважды в неделю, по вторникам и четвергам. В первый день по повесткам явилось 25 человек, 15 из которых призвали на военную службу. Призываюсь в ряды вооруженных сил, повестку вручаю, ручка на столе, договорюсь, стоит роспись в университете. Теперь ребята будут ждать отправки в места несения службы. Это долгий продолжительный период. Первые отправки уже будут в конце апреля продляться, до 15 июля. В основном в части западного военного округа. Также будут направляться ребята и на Черноморский флот, и на Балтийский флот. Центральный военный округ, Южный военный округ. То есть практически по всей стране. В ходе первой в этом году призывной кампании планируется призвать на военную службу 135 тысяч человек по всей России. План по Ленинскому району составляет 90 человек. Новобранцев ждут в Росгвардии, погранвойсках, МЧС, ФСБ и других силовых ведомствах. Татьяна Брылова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.